Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос, который вы задаёте. Суть его в том, что у автора есть ярко выраженный мазохизм в интимной сфере. И, соответственно, автор говорит, что из-за этого не получается устраивать отношения. Хорошие парни быстро надоедают или не устраивают в интимной сфере. А с теми, кто устраивает, строить отношения невозможно. И, соответственно, автор опасается, во-первых, за свою жизнь, что, на мой взгляд, справедливо. Вот, автор опасается за свою жизнь. Это первый момент. А второй момент заключается в том, что кто-то спрашивает, есть ли способ, какой-то способ ужиться. Ужиться с такой особенностью. Вот. Ну что же, давайте попробуем рассмотреть вашу ситуацию, да, рассмотреть вашу проблему с точки зрения психологии. И сразу скажем, что насилие, да, мазохизм, это своего рода комбинация из потребностей в безопасности. То есть вас контролируют, да, над вами доминируют, соответственно, вы в безопасности. Потребность в безопасности. И тенденция к наказанию. То есть вы себя, вы сами себя, получается, наказываете за что-то. Вот. Да? Ну, понятно, что нужно разобраться, за что вы себя наказываете, что с вами не так. Вот. И понятно, что нужно разобраться в том, из чего возникает ваша такая вот потребность в безопасности. Да? То есть вот, что вам угрожает. Что вам может угрожать, что вам угрожает. Вот. То есть тут вот. В этой ситуации нужно уделить этому внимание. Ну, конечно, конечно, может быть дело еще и в том, что вы боитесь серьезных близких отношений, вот, и таким образом себя от них защищаете. Такое, в принципе, тоже может быть, и такое очень часто бывает. То есть то, что вы делаете, вот, связано именно с тем, что вы, получается, к себе относитесь, как к человеку, который боится сближения, вот, боится близких отношений. Страх-страх близких отношений связан с проблематикой личных границ. Вот. А по поводу безопасности я мог бы сделать такое предположение, что речь идет о том, что вы на себя слишком много взваливаете. Вот. То есть у меня, вот, возникло такое впечатление, когда я читал ваш текст, вот, что вы такой, вот, знаете, импульсивный человек, ну, достаточно такой. Такой импульсивный вы человек. И склонны какие-то вещи делать, да, склонны как-то вот действовать поступать, склонны к тому, чтобы, вероятно, было вам нелегко, вероятно, чтобы было вам тяжело. Ну, вот, это, конечно, приводит само с тобой к той ситуации, о которой я уже сказал. Вот. Вот. Сейчас это приводит только к тому, что вам нужно как-то ослабиться, как-то вот немножечко под опустить контроль. Вот. Вот. Понимаете, да? Ну, собственно, вот, собственно. Что вы делаете? Вполне успешно. Я полагаю, но вам здесь вот нужно, так скажем, пересмотреть свое отношение к жизни, это просто необходимо. Вам сделать не только потому, что вам это может угрожать далеко, далеко не только поэтому, да, а просто потому, что вы находитесь, ну вот. Что называется, не совсем в своей, как бы, ну, тарелке. Вот. То есть не совсем вы находитесь в комфортном для себя положении. Вот. Что еще нужно сказать? Еще нужно сказать обязательно, что ваши, вот, ваши предпочтения не обязательно полностью уйдут. То есть вот это вот нужно понимать хорошо, что вот совсем не обязательно, что ваши предпочтения полностью уйдут. Вот. Что ситуация, ситуация вполне может быть такой, что это останется с вами. Если это будет, просто вы сможете это немножечко, ну, снизить, да, снизить, чтобы это было, ну вот, в каких-то таких, так скажем, ну, в рамках нормы, да, чтобы вот, совсем откровенно, чтобы вам это не мешало. Вот. Ну вот, вы пишите о том, что, как вам учиться с вашей особенностью такой, и, конечно, у меня есть вопрос. По этому поводу. Вот. Вопрос, который звучит примерно следующим образом, что вы подразумеваете под учиться. То есть, если вы под этим подразумеваете какой-то выход или какую-то адаптацию, вот, то, в принципе, в принципе, я вам об этом уже сказал, если говорить вот конкретно про адаптацию или как вот еще можно это назвать приспособление, да? То есть, вот, приспособиться, ну, как-то вот приспособиться, да, к этому, к какой вашей особенности. Там, если, ну, само собой, вот, тяжело вам, само собой, трудно вам, само собой, хочется, там, порой, да, спокойствия, как, ну, спокойствия хочется. Хочется какой-то уверенности, да, не хочется, не хочется постоянной угрозы, угрозы, вот, не хочется постоянной угрозы своей жизни. Ух ты. То есть здесь вас более чем можно понять, более чем здесь понятны ваши пожелания и какое-то желание о себе, ну, о себе позаботиться. Вот. Вот. То есть это более чем логично, более чем естественно и более чем понятно. Эмм. Все решаемо. Да, может быть, решаемо не сразу. То есть, в смысле того, что если человек вы импульсивный, допустим, то вполне возможно, что и отбрыкиваться будете, от каких-то моментов отнекиваться будете. И вот то, что склонны быть к мазохизму, может проявляться и не в интимной жизни, а, например, в общении, вот, я вас ни в коем случае не хочу не всем обвинять, просто говорю, что вот такие ситуации возможны. Поэтому, да, нужно работать, вот, и я думаю, что обязательно будет результат. Вот. Сто процентов будет результат. Вот. Сто процентов будет результат. Просто, может быть, может быть немножечко не сразу. Да? Вот. Поэтому вы, вы большая молодец. Обратились за помощью, большая молодец, что, когда начали об этом говорить. Это у вас первый шаг. И, соответственно, вероятно, ну, самый, самый тяжелый шаг. Вот. Самый такой непростой, потому что вам и стыдно, возможно. Вот. Вам и обидно, возможно, что вот так получается. Это у вас в этом смысле легко понять и к вам, поверьте, много сочувствия в этом смысле. Вот. Вот. И вот сейчас еще, говоря о сочувствии, мне пришла в голову такая мысль, как вы принимаете и принимаете ли вы вообще нежность по отношению к себе? То есть, как вот у вас с этим обстоят дела? Потому что, если вам сложно принимать по отношению к себе заботу, если вам тяжело это, даётся, то, конечно, это дополнительный предмет для работы с психологом. Вот. На этом всё. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать над собой работу. всего вам самого доброго. Удачи. Обращайтесь. Надеюсь. Продолжение следует...